Кассета 2 Столб православной церкви Иоанн Кронштадтский всенародно чтимый пастырь и праведник Страница 401 Дети и юноши вообразили сами себя начальниками-вершителями своей судьбы Браки потеряли для многих всякое значение И разводы по прихоти умножились до бесконечности Многие дети покинуты на произвол судьбы неверными супругами Царствует какая-то бессмыслица и произвол Это ли царство православное? Это ли царство Господнее? Наконец допущен безнаказанный переход из православия в какую угодно веру Между тем, как тот же Господь, которого мы исповедуем в Ветхом Завете Определил смертную казнь отвергшимся законам Моисеева Евреям 10.28 Всякое царство, разделившееся само по себе, опустеет, говорит Господь И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты, безумцы Не будут подвержены праведной каре закона Если Россия не очистится от множества плевел То она опустеет, как древнее царство и города Тертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие И за свои беззакония Вавилонское, Астерийское, Египетское, Греческо-Македонское Да воскреснет Бог расточаться в рази его И добежит от лица его, ненавидящий его Яко исчезает дым, да исчезнут Яко тает воск от лица огня Так, а да погибнут грешницы от лица Божия А праведницы да возвеселятся Салом 67.1 Аминь На день рождения благочестивейшей государине Императрицы Александры Феодоровны От лица твоего судьба моя изыдет Салом 16.2 Сегодня у нас торжество в память дня рождения Благочестивейшей государине Нашей императрицы Александры Феодоровны И всенародное благодарственное Господу Богу моление О ее здравии И исполнении благих судеб Божиих в ее жизни Думала ли она в нежной и девической юности Что она предназначена Богом быть супругой Императора Всероссийского И матерью августейших чад И между ними наследника престола И вот о чем ей и на мысль не приходило То совершилось в свое время по всеблагой воле творца и промыслителя Но при радости деторождения и лицезрения августейших чад Ей выпали в последние годы скорбные дни вместе с державным супругом Они продолжаются и не знаем Кончатся когда Россия метется, страдает И мучится от кровавой внутренней борьбы От страшной во всем дороговизны От безбожия, безначалия И крайнего упадка нравов Судьба печальная Наводящая на мрачные думы Но всеблагое провидение не оставит России в этом печальном и гибельном состоянии Оно праведно наказует ее и ведет к возрождению Судьбы Божьи праведные совершаются над Россией Как они совершались в предшествовавшие века ее существования При древних великих князьях и царях наших Россию куют беды и напасти Не напрасно тот, кто правит всеми народами искусно, премудро Метко кладет на свою наковальню всех Подвергаемых его сильному молоту Крепись, Россия Но и кайся, молись Плачь горькими слезами Пред твоим небесным отцом Которого ты безмерно прогневала Вначале я привел слова из псалма От лица твоего судьба моя изыдет Важная эта истина Важная Жизнью нашей, жизнью царств и народов Управляет Господь, создавший нас для вечного бытия Земная жизнь есть приготовление и обучение В будущей бесконечной жизни Вот последняя цель каждого из нас Как и каждого народа, каждого племени Мы предопределены к вечному гражданству К вечному царству в общении с Богом С ангелами С лучшими из людей С избранными Божиими Мы должны обучиться здесь нравам небесным Молитве, вере, благодарении Любви и преданности, чистоте и непорочности А где у нас эти добродетели? Мы осквернены всякими грехами Нужно омыться, очиститься, просветиться Укрепиться, убелиться как снег А можно ли достигнуть этого без страданий Для этого Господь, как искусный врач Подвергает нас разным искушениям, скорбям, болезням и бедам Чтобы очистить нас, как золото в горниле Душа, закосневшая в грехах всякого рода Нелегко подается чистке и врачеванию Но с большим принуждением и терпкостью И только через долгий опыт терпения и страданий Осваивается с забродетелью и начинает горячо любить Бога Коева была чужда, научившись всяким грехам плотским Вот цель бед и скорбей, насылаемых нам Богом в этой жизни Они нужны как отдельным лицам, так и целому народу, погрязшему в несчастье и пороках Русский народ и другие населяющие ее племена Глубоко развращены Горнила искушений и бедствий для всех необходима И Господь, не хотящий никому погибнуть Всех переживает в этом горниле Но делом, если сознаем свои грехи Обратимся к вере, покаемся Изменимся к лучшему с Божьей помощью Тогда и Господь обратит к нам светлое лицо свое и помилует нас И даст нам благословение и мир А если нет, то будем таять в бедах наших Аминь На день рождения ее величества Вдовствующей императрице Марии Федоровны Подобает ему царствовать и Доколе положит всех врагов под ноги свои Последний же враг истребится смерть Ибо все покорится под ноги его Мы живем в такое время, когда везде, повсюду, во всякое время окружают нас беды И враги внешние, враги внутренние, даже домашние Враги на суше, враги на морях Враги в реках, враги в международных каналах Беды от язычников, беды в городах, беды в горах Беды в пустыне, беды среди лже-братий 2 Коринфянам 11.26 Кажется, что весь воздух пропитан враждебным духом Иные народы и нации готовы ринуться в битву Чтобы, если можно, стереть друг друга с лица земли На Россию это последнее подозрение не падает Она желала мира и стремилась к миру Но это стремление найдено несовременным и неразумным И им воспользовались, чтобы нам навязать войну И мы воюем Россия вынуждена с оружием в руках Защищать свою честь и безопасность Долины, поля, горы и моря Дальнего Востока Дымятся кровью верных сынов России Со всех сторон враги устремляются на нее Но сия есть победа, победившая мир Вера наша Говорит апостол Иоанн Богослов Именно потому, что мы стремимся к миру и ратуем за мир Мы победим мир, если бы он восстал на нас Разумейте языки и покоряйтесь Ибо с нами Бог Враждуйте народы, но трепещите И внимайте все отдаленные земли Вооружайтесь, но трепещите Вооружайтесь, но трепещите Замышляйте замыслы, но они рушатся Говорите слово, но оно не состоится Ибо с нами Бог Исайя 8, 9 О, только бы он был с нами Только бы мы были с ним Вначале я привел слова апостола Павла Христу надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои Последний же враг Истребится в смерть Христос, как Бог, имеет непобедимую власть и силу Настоящая война язычников с нами, христианами Есть война против Христа, против Его Церкви Которую составляет большинство ценов Ее Христос – святейшая глава Церкви Он всемогущий Ее покровитель и защитник Не напрасно мы призываем Его в торжественных молитвах своих каждый день Мы знаем по вере и по опыту Его скоропослушливость Его всесильную державу, Его власть над всеми народами земли И Он дарует нам славную победу, победу над врагами и не посрамит нас В этом порукаю нам Его всесильная власть над всей землею Вот народы, говорит пророк, как капли из ведра И считается у него, как пылинка на весах Вот острова, хотя японские примерно Как порошинку поднимает он Все народы пред Ним, как ничто Менее ничтожество и пустоты считаются у Него Исайя 40, 15 И кто же из них воистине призывает Его? Японцы не научились призывать Его и не знают Его Итак, пролей гнев Твой, Господи, на народы, которые не знают Тебя И на царства, которые имени Твоего не призывают Псалом 78, 6 А нас, наказав за беззаконие, помилуй И во дворе мир и славу в земле нашей Положи же, Господи, врагов Твоих под ноги Твои Во время отечественных войн особенно несут тяжелый крест старственные лица Потому что их всего ближе касается бедствия Отечества Они скорбят и собственной скорби воинства и всего народа И они всеми силами стараются облегчить тяжести и скорби раненых на войне Устрояя многофисные кружки тружеников по изготовлению принадлежности По перевязке ран воинов, подвергшихся неприятельскому огню и железу Вдовствующая государиня императрица, которая рождение ныне празднует Россия Много потрудилась и трудится вместе со своей невесткой царицей В этом человеколюбивом подвиге Дай Бог им и нам всем видеть вожделенный Победоносный конец настоящей Небывалой по жестокости и счастлу жертв войны Аминь Наденьте за именинство наследника благоверного государя цесаревича Великого князя Алексея Николаевича 5 октября 1905 года В свободе призваны вы, братья Только свобода бы ваша не была поводом к угождению плоти Но любовью служите друг другу Если же друг друга угрызаете и съедаете Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом Галатам 5.3.15 Сегодня празднуем те за именинство наследника всероссийского престола Давно желанного цесаревича и великого князя Алексея Николаевича Ему пошел второй год Рождение Божьей милости наследника престола упрочивает и утверждает престол Который без прямого наследника бывает спорным и колеблющимся Воспитание наследника престола есть одно из самых важных и трудных воспитаний По необычайно высокому, обширному и разнообразному будущему служению его родине Дух Святой, Дух Премудрости и Разума Дух Страха Божия Да сойдет на воспитываемого будущего Государя и на будущих его воспитателей Побеседуем ныне о том, в чем состоит свобода христианина и каковы обязанности его пред Богом и людьми Всеми теперь овладела горячка и жажда свободы Но свобода большинством понимается неправильно, не по Божью разуму, а по человеческому, слепому Именно понимается как повод к угождению плоти, в которой не живет доброе Ибо все, что есть в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская Она не от Отца Небесного, а от мира сего Она вражда против Бога Возьмем для примера свободу печати Представители которой в шутку или всерьез называют ее шестой великой державой Всеми силами они добивались от правительства этой свободы И добились Но что же это за свобода? Свобода иных скорописцев писать и печатать все, что не попало на глаза Что только пришло на ум Или то, чем бы можно напакостить ненавидимому человеку или обществу И прежде всего, свобода обливать литературной грязью свою же пишущую братью Братью добросовестную, верующую, разумную, искреннюю, патриотическую Истинную соль, свет литературы Что же это за свобода? Это восстание, чернильный поход против истинной свободы Попытка уничтожить в печати все, что есть истинного, разумного, идеального, прекрасного, твердого в вере, политике, общежитии, в семье, в воспитании, в домашних и общественных работах, в государственном управлении Отвратительно читать в некоторых мелких газетах А иногда крупных, ругательные выходки против газет серьезных, в которых многое из напечатанного, как елей, как бальзам для сердца прямого, правого, не лукаво, мудрствующего Возьмем еще свободу политическую, свободу религиозную Печать дождалась от правительства и этой свободы Что же вышло? Все газеты и журналы заговорили о политике На сотни ладов кто во что гораст И кто чем, каким складом мысли богат Все высшие, даже иные, среднеучебные заведения ринулись в политику, до принятия которой не доросли И, задавшись политикой, забыли, что они воспитанники, забыли свои книги, свои специальности Критикуют и дразни своих профессоров и, пожалуй, ректоров Потребовали себе автономии, как мужи зрелого возраста Устранили начальство, как и подобает, будто бы автономистам и провозгласили Безначалия А то и в Государственную Думу они залезть не прочь А там что будет делать? Догадаться всякому нетрудно А что, если простой народ от сахи и косы пойдет заниматься только политикой? Кто будет пахать и косить? А что такое свобода в вере, которая допущена даже правительством? Свобода исповедовать веру, какую кто хочет При этом даже православным не возбраняется оставлять свою веру идти И хотя бы в магометанство и идолопоклонство Свобода в вере допускает по нынешнему хулить всячески, кто только захочет, и свою веру православную Потому что исповедники других веру уважают и хвалят свою веру или иноверие А писатели, неблагонамеренные по крещению православное, действительно свободны, без зазрения совести Дурно отзываются о православной вере И о церкви православной, и о пастерстве ее В особенности в хулене православной веры превзошел всех граф Лев Толстой Совершенный отступник от Бога Поклонник своего Я Поклонник слепого разума человеческого Он в силу ложнопонимаемой свободы мысли и поклонения человеческому разуму Отверг и Бога, и творения мира, и падения человека, и воссоздания его, и вообще Всю священную историю, всю веру, всякую надежду, благую, праведную, Богом данную людям Отвергнув все святое И оставил человечество ни с чем Только с грехами, скорбями, бедами, болезнями, смертями без всякого просвета Без всякой надежды на лучший вечный мир Это ли еще не свобода нынешнего века и нынешнего отступничества человечества? Это ли свобода, чтобы в конец убить веру и надежду Грешили наши предки Но грех грехом и называли А нынешние либералы, согрешая, стараются грех оправдать, как будто он законное дело Возьмите вы грехи похоти плоской Все это по их учению не только простые слабости человеческой природы, но и законы природы, ее требования Находятся между ними такие, которые боготворят И самую страсть плоскую, как в древности поклонники Артемиды И вся эта мерзость печатается И ее читают И они рассуждают без омерзения, без отвращения, как будто о достойном внимании Это ли свобода? Нет, это не свобода, а ужасное рабство греху и страстям Имеющее последствием страшную казнь Божию Истребление рода и муку вечную Всякий творящий грех есть раб греха Раб не пребывает в дому вечно Сын истинной свободы пребывает вовеки Истинные христиане должны распинать и искоренять страсти Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями К свободе призваны вы, братья, писал апостол Павел Галатом Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти Но любовью служите друг другу Христианской, святой любовью Если же друг друга угрызаете и съедаете, как нынешние борзописы То берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом Нынешняя ложная свобода не служит ли только поводом к угождению многострастной плоти К отступлению от Бога, к разврату и погибели Ей аминь Речь перед молебном в Манеже по поводу выборов в Государственную Думу Все я с вами во все дни до скончания века С нами Бог, дорогие братья Дошла очередь до Кронштадта из братья среды его населения Выборных членов В имеющие скоро собраться в нашей столице Государственную Думу Думай же великую твою Думу, дорогое Отечество и дорогой Кронштадт И да руководит вами высший всеобъемлющий премудрый И право правящий вселенную И правыми умами творческий разум Столь точно и твердо правящий небесными святыми разумными силами О которых мы читаем в молитве Господней Отче наш, иже и си на небесе Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли А если обратим внимание на дивный порядок Стихийного звездного неба и нашей планеты Земли В которых мы видим твердый вечный порядок То скажем Да будет подобный твердый порядок и в народах, населяющих Россию Поколебавшиеся ныне в своих слоях до самых глубин народных Да, дорогие братья Всею тварью на небе и на земле Правит премудро, благостно и державно Рука Вседержителя Небеса проповедуют славу Божию И о делах рук Его вещает твердь небесная О, когда бы и величайшее в свете государство наше стало твердо и непоколебимо А теперь оно колеблется и трясется в своих основаниях Какие это основы государства? Какие? Вера наша в святая церковь, основанная самою истинною Христом и самодержавие и любовь к отечеству или народность Дай Бог, чтобы Россия, как государство, основывавшееся и построенное на этих устоях в продолжении тысячи лет, твердо и ныне стало на них Без этих устоев твердых оно может исчезнуть с лица земли, как древнее, могучее и просветавшее царство Крепкая и правая рука вседержителя может, как прах развеять по земле всякое неправедное царство или город, отшатнувшийся от него Как Содом и Гоморру, как Павелон древний Да вольет же Кронштадт в предстоящую думу для государственного благоустройства и свою долю разума и совета И да руководит нами верховный, самобытный разум Бога Вседержителя Аминь Речь в день торжественного открытия Государственной Думы в Санкт-Петербурге, сказанная в Кронштадтском соборе 27 апреля 1906 года Чудная и ранняя ныне весна, природа в полном растительном украшении Солнце круглый день ослепительно светит и ласкающе греет Деревья оделись листвою, луга покрылись изумрудной благоухающей зеленью Перелетные всегдашние птицы кружатся в прекрасном и безоблачном небе или весело поют в древесных ветвях Вся тварь одушевленная и неодушевленная радуется и ликует и хвалит Творца своего, призвавшего ее к жизни Да будет все это добрым знамением и поучением для нас разумных тварей В бессловесной природе мы видим всегда дивный порядок, гармонию и торжество жизни и полное довольство тварей Только в разумной словесной природе, которая олицетворяет человек, нет порядка Истинной жизни и подобающей хвалы Творцу Нет мира и любви А царствует нередко недовольство, злоба и мятеж во многих Человек, поставлено управлять собой и тварями, не хочет повиноваться Творцу и творит бесчисленные беспорядки и мятежи в семье, в школе, в лабораториях и в государственном организме Потребовалась крайняя и важная мера Собрание государственной, всесословной и всеплеменной думы Чтобы общей думой и советом достигнуть общественного блага Мудрого управления всеми частями для достижения довольства и спокойствия России Как перелетные птицы слетели со всех мест населенной России, избранные люди в столице ее, для общей думы и рассуждения Да будет среди этой думы сам Господь Премудрый Творец и Правитель Вселенной Без которого ничто не творится и не спорится Без меня вы не можете делать ничего, говорит он Да будет же дума мудро, добро, рассудно, правомерно Господом Да будет между членами ее единодушие, общее доброжелательство всей стране, всякой национальности и всякому сословию страны Да будет предоставлено господствующее положение Православной Церкви как таковой Коей принадлежит царь и дом его и русский народ Да будет предоставлено свое место и должная степень свободы К каждому исповеданию и всякой вере Степень свободы Да прекратятся гонения на нашу веру со стороны гонителей ее, мнящих о себе, как о правоверных Да не будет правление демократическим, как всепагубное А да будет оно единодержавным Еще один древний греческий мудрец сказал Всепагубно правление многих Един да будет царь А сам начальник нашей веры Господь Иисус Христос сказал Отдайте кесарева кесарю, а Божие богу Апостол Верховный Петр говорит Бога бойтесь, царя чтите Господи Сам будь среди собравшейся государственной думы Да не подвижется и не поколеблется она Бог посреди ее и не подвижется Да поможет ей Бог Утро за утро Псалом 45.6 Аминь Глава первая Отъезд из Кронштадта Шестовец и Агафия Каналы Новая Ладога по реке Свири Освящение Сурской Иоанна Богословской женской общины Плавание нашего парохода Святой Николай Чудотворец по реке Пенеги Пишет один из спутников Хотя и широкой Но местами очень мелкой Вследствие песчаных порогов По местному названию Заструк В половине июня можно считать Особым чудом, посланным Господом По молитвам нашего спутника и хозяина парохода Отца Иоанна Обыкновенная река Пенега По спаде весенних вод Мелеет до полной невозможности Плавания по ней Не только парохода А маленькую лодочку-челночок Перетаскивать на руках Через заструги на глубокие места Такой же она была и ныне Но не задал году приезда Великого Чудотворца Отца Иоанна Недели за две Пошли дожди И наполнили Пенегу водою Вступил наш пароход Святой Николай Чудотворец Из Северной Двины в Пенегу В ночь на 16 июня Погода стояла прекрасная Жаркая Не верилось, что мы на глубоком севере Почти во все время Плавания по Пенеге Мы были наверху на палубе И часто пользовались удовольствием Беседовать с нашим дорогим И приветливейшим хозяином Батюшкой Это путешествие, я уверен Оставило в каждом из нас сопутников Чудные, никогда неизгладимые воспоминания Не доходя села Суры Сорок верст Остановились у монастыря Праведного Артемия Веркольского Красиво расположенного На левом высоком берегу реки Пенеге Величественный Новый Собор Другие храмы и монастырские постройки Каменные Красивой архитектуры Сохранившей характер местной старины Все белое Такие же стены Окружающие его Среди зелени Вызывают у зрителя Светлое, благоговейное чувство Вновь назначенный настоятель Веркольского монастыря Яромонах с братьями Прибыли на пароход и просили Дорогого батюшку посетить их Что он и исполнил Отслужив обедник и приняв иконы Поднесенные настоятелем благословения Новой обители в Суре Отец Ян принял приглашение К трапезе По окончании ее Преподав настоятелю И всей братьи благословения Отбыл из монастыря Провожаемый пением И колокольным звоном Когда пароход пошел То еще долго Отец Ян Стоя на верхнем мостике Без шляпы Творил крестное знамение И кланялся инокам и народу Собравшимся на берегу В тот же день 18 июня Наш пароход Святой Николай Чудотворец Подходил к селу Сура Издали встречаемый Колокольным звоном и пением Инокинь Новой Сурской общины На пристани Украшенной флагами Зеленью Красным сукном Ожидали отца Иоанна Сурское духовенство Родственники его Игумени Илюшинского монастыря Таисия с монахинями Сурской обители Ученики и ученицы Церковно-приходской школы А суряне От мала до велика Теснились на берегу Стараясь увидеть Своего великого земляка И благодетеля Получить благословение Услышать дорогое Его словечко Отец Иоанн никого не забыл Всех приветствовал Деток ласкал С пристани Всемирный молитвенник Отец Иоанн в экипаже Проехал в Никольский храм Помолился Осмотрел его Затем посетил священников Отца Николая Отца Александра Дьякона Отца Георгия Маковеева И отбыл в новую общину Где ему было приготовлено Помещение На время пребывания В Суре На следующий день Девятнадцатого июня Отец Иоанн служил В Никольском приходском храме С большой торжественностью Совершалась литургия В сослужении С отцом Иоанном Было шесть священников Три дьякона Пели монахини Сурской общины По окончании литургии Светоч православия Отец Иоанн Сказал слово В котором С присущим ему Простотой И убедительностью Поучал народ Противо раскола И раскола учителей Все еще существующих Среди сурян Хотя теперь В значительно Меньшем числе По учении своем Отец Иоанн Говорил о преемственности Священства От апостолов При этом С особой энергией Обратился к народу Переполнявшему храм С вопросом Законен ли раскол От апостолов Ли право раскола Учителей Нет Нет И нет От невежества Корчемства Корыстолюбия И других Скверных измышлений Ада Вы друзья Суряне Скажите раскольникам Что в их заблуждении Нет спасения А только гибель И что есть еще время Им покаяться И обратиться В лоно Матери Церкви Православной Раскольников Здесь и в других местах А вообще на Руси Довольно много Пожалуй Миллионы Более Но это не служит Доказательством Их правоты Доказательством Доказательством По окончании Всеночной Доказательством Доказательством И гости Были приглашены Отцом Иоанном К вечернему чаю В помещении Занимаемом им На другой день Двадцатого В девятом часу Колокол Нового общинного Храма Возвестил О водосвятном Молебне А затем Начался Чин освящения Нового храма Отцом Иоанном И духовенством Участвовавшим Накануне Во всеночном Бдении По освящении Храма Была совершена С особой Торжественностью Литургия По окончании Которой Отцом Иоанном Произнесено Глубоко Содержательное Слово О значении И целях Женской Обители И обязанностях Насельниц Ее Посвятивших Себя Богу Слово На освящении Храма Учрежденное В селе Суре Иоанна Богословской Женской Общины Я обручу Тебя Мне Навек Я обручу Тебя Мне В правде И суде В благости И милосердии Я обручу Тебя Мне В верности И ты Познаешь Господа Осия 2.19 Чудо Промышляющее Чудно Об общем нашем спасении Господь Служить Прекрасным Живым Примером Благочестия И трудовой Жизни Для всех Окружающих Обители Издавна Первых веков Христианства Ограждались Стенами Отделяющими Их От мирских Жилищ И выход Из них Не всегда И не во всякое Время Дозволялся Ради сохранения Безмолвия И тишины Братья Или сестер И ради Удаления Их От мирской Суеты Так И настоящая Обитель Ограждена Забором Кругом В знак Того Что Сестры Должны Сами Себя Ограждать И хранить От всяких Соблазнов Житейских И быть Святым И избранным Стадом Доброго Пастыря Начальника Христа Пребывая Неисходно В ограде Его Дорогие Сестры Хочу Побеседовать С вами О том Как Вам Жить И подвязаться В этой Святой Обители Первым Вашим Делом Сестры Должно Быть Богомыслие И молитва Вторым Всегдашнее Воздержание В пище И питьи Чистота Помыслов И чувств Телесный Труд И Беспрекослов Послушание Обучите Себя Кротости И смирению По Христовой Заповеди Научитесь От меня Ибо я Кроток И смирен Сердцем Вот Главные Ваши Обязанности Поговорим О них Не вы Меня Избрали Говорит Господь Своим Ученикам Но я Избрал Вас Так и Вам Я Вас Избрал И призвал Сюда В эту Новую Ограду Вы Со Вступлением В обитель Вступаете В духовный Союз С вашим Господом Обручаетесь Ему Нетленным Вечным Обручением К вам Я отношу Слова Господа Приведенные В начале Этого Слова Я Обручу Тебя Мне Навек Я Обручу Тебя Мне В правде И В суде В благости И Милосердии Я Обручу Тебя Мне В верности И ты Познаешь Господа То есть Сколько Он Благо Милосерд И Праведен Во всех Путях Своих Итак Вы Обрученные Бессмертному Вечному Святейшему Жениху Христу Девы Должны Принести Ему Как бы Дорогое Нетленное Вено Или Приданное Всегдашнее Девство И Чистоту Душевную И Телесную Без Чистоты Душевной И Телесной Монахине Не Монахине Сияясь Воля Божия Говорит Апостол Павел Христианам Святость Ваша Хранить Себя Самих От Блуда И Каждому Свой Сосуд Сохранять Святости И Чести А не Страсти Похотения Как и Народы Не Знающие Бога Далее Вашим Внутренним Делом Должно Быть Богомыслие И Молитва Чтобы Сохранить Душевную И Телесную Чистоту Нужно Нужно Как Можем Чаще Вспоминать О Боге О Его Близости К нам О Его Всеведении Святости Правосудии И Правде Святой Царь Пророк Давид Говорит Презрех Господа Придо Придо Мно Всегда И Бо Он Одесну Меня И Не Подвигнусь То есть Да Не Поколеблюсь Да Не Согрешу Если Мирские Люди Должны Сколь Можно Чаще Вспоминать О Боге Чтобы Не Грешить И Правду Творить То Монашествующие Должны Непрестанно Помнить О Нем И Сидя И Ходя И Стоя На Молитве И Занимаясь Работой И Беседой Между Собою Или С Мирскими Людьми Апостол Павел Говорит Всем Нам Непрестанно Молитесь Что Значит Непрестанно Молиться Значит Непрестанно Помнить О Боге И Тайно Призывать Его В помощь Тайно Каяться Тайно Благодарить Тайно И Явно Прославлять Его Ибо Молитва Трех Видов Словословие Благодарение И Прошение Необходима И наружная Ежедневная Молитва Для этого Для наружной Общественной Молитвы Сестры Собирается В свой Храм Молитва Непрестанная Потому Необходима Что Враги Наши Невидимые Непрестанно Бодрствуют И днем И ночью Искушают Нас Разными Греховными Мечтаниями Через Через Приступы Различных Страстей Хулы Лукавства Сомнения Неверия Злобы Зависти Блудной Нечистоты Ропота Непослушания Уныния Разлинение И Прочее Всем Нам сказано Трезвитесь И Бодрствуйте Ибо Противник Ваш Дьявол Ходит Как Рыкающий Лев Ища Кого Поглотить Противостаньте Ему Твердой Верой Чтобы Всегда Горел И Не Угасал В Нас Дух Молитвы Нужно Наблюдать Всегда Крайнюю Осторожность В Употреблении Пищи И Питья Всегда Если Пить Воздержно Умеренно Никогда Не Обременять Себя С Переполненным Пищей И питьем Желудком Человек Не Способен К Искренней Молитве Не Может Чувствовать Стремление К Богу И Влечется Ко Сну Через Похо Чревоугодие Бес Более Всего Не Излагает И Берет В Плен Людей Падение Первых Людей Адама И его Жены Последовало От Чрева Как Вместе И от Лукавого Взирания На Запрещенный Плод И Монашествующих Также Прежде всего Враг Берет В Плен Через Похоти Чрева И Разные Похоти Это Пища Это Пища Говорит Не Нравится Это Чай Нехорош Или Хочу Есть И Пить Чаще Или Больше Положенного Этого В обители Быть Не Должно Не Умеренность Пищи И Питье Ведет К Охлаждению К Богу И Молитве Падение Человека Начинается От Малых По-видимому Грехов Которые Ведут К Большим Монашествующие Должны Подчиняться Уставу Монастырскому И в Пище И питье Тайна По Келем Не Есть Пищи У себя Не Держать И Тем Врага Не Утешать Далее Монахини Должны Постоянно Трудиться То есть Заниматься Каким Либо Ручным Трудом И Для этого Различные Послушания По Мере Надобности Обители Они Должны Беспрестанно Подчиняться Начальнице Или Старшей Сестре Ропот И Непокорность В Обители Нетерпимы Также Сварливость Осуждение Пересуды Болтливость Они Подвергают Виновных Извержению Из Обители И Схитьте Такого Из среды Вас Говорит Святой Апостол Павел Сестры Должны Навыкать С каждым Днем Кротости И Смирению Как Заповедал Нам Кроткий Смиренный Христос Господь Науч 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 От Меня Смир 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 Село Сура Архангельской губернии Пинежского уезда, 20 июня 1900 года. Молебен с провозглашением многолетия Государю и Императору и всему царствующему дому был отслужен угодником Божьим Отцом Иоанном и прочим духовенством посреди храма по окончании литургии. Причем им же был прочитан высочайший указ об открытии сурской женской общины. В кратких словах отец Иоанн объяснил важное значение указа. Вся обитель, кельи, коридоры, столовая, кухня и прочие помещения были окроплены святой водой. В два часа дня духовенство и всех присутствовавших гостей на освещении пригласили в помещение читальни, где уже были накрыты столы для обеда. Деревянное здание читальни очень просторное, светлое, длина его 5 сажен, ширина 4 сажен и высота 7,5 аршин. Освещается восемью большими окнами. Над входом в читальный зал устроены очень вместительные хоры. В связи с залой в читальне находится довольно большое жилое помещение, отделенное от зала передней для платья приходящих. Тут же и вход с улицы. Приглашенные к обеду более 70 мужчин и дам разместились за двумя большими столами, поставленными в длину зала. Северовка стола не оставляла желать лучшего, как и самый обед. Забывалось, что это за 2000 верст от столиц. На глубоком севере, куда 9 лет назад впервые пришел пароход. И на него сбегались мужчины, женщины и дети. Смотреть, как на чудище какое. По благословению отца Протерея Иоанна Ильича была прочитана молитва. По окончании ее послушницы новой обители быстро начали разносить гостям кушанье. На хорах раздалось стройное духовное песнопение монахинь, продолжавшееся в течение всего обеда. Первый тост был провозглашен хозяином отцом Иоанном за здравие государя императора и всей царствующей семьи. Ответом было громкое, единодушное ура присутствующих за обедом и народа, стоящего кругом здания, считали ее открытых окон. Здравницы при освященнейшем митрополиту, Санкт-Петербургском Антоне, епископу Архангельскому Иоанникею, были предложены отцом Иоанном. На это присутствующие гости и монахини с хор ответили троекратно пропетым многолетием. Многими из присутствующих провозглашались тосты и речи, посвященные дорогому хозяину отцу Иоанну, благодетелю Родины, устроителю женской общины, устроителю великолепных местных храмов, школ и других местных благотворительных учреждений. Из речи, посвященных из речей отцу Иоанну, отличалась особой глубиной мысли и поэтической формой стихотворения, поэма, игумени Леушинского женского монастыря Матушки Таисии, в которой она рисует великую личность отца Иоанна, его дивные дела на славу Божию и на пользу человечества. Речь местного священника отца Александра, наилучшей выражающую глубокую преданность сурян своему великому земляку отцу Иоанну, приводим дословно. Дорогой батюшка, позвольте мне, как одному из участников сегодняшнего церковного торжества, поздравить, а вместе с тем и благодарить вас за устройство и освящение сурской женской обители. День этот, день освящения и открытия обители, навсегда останется знаменателем и историческим днем в сурских церковных летописях. В этот день, так сказать, дано новое направление религиозно-нравственному и экономическому развитию суры. Девять лет тому назад вы, дорогой батюшка, впервые послужили нравственному и материальному поднятию, дорогой для нашего сердца суры. В слове своем на освящении сурского приходского храма, вы, батюшка, ярко и правдиво описали нравственное и материальное состояние суры. Вы сказали, что с крайним прискорбием заметили, что многие из сурян находятся в полном невежестве и нищете. Ходят темными, полуголодными, нищими, оборванными. Вам жаль стало их, и вот ваше любвеобильнейшее сердце сказалось, вы пришли им на помощь. Вы построили для сурян великолепнейший каменный трехпрестольный храм, сияющий золотом и особенно чудными ликами спасителя, богоматери и святых его. Двухклассную церковно-приходскую школу с женским отделением при ней, где дети-суряне учатся закону Божию, чтению, письму. А девочки, кроме того, и рукоделью, приют для сирот, обучающихся доступным необходимым ремеслам. Вы, наконец, основали общественную лавку для удовлетворения нужд местного населения без приплаты комиссионных процентов и лихвиного барыша. Этого мало. Ваше любвеобильное сердце не останавливается на этом. И вот вы воздвигаете новый светоч для дорогой вам суры – женскую обитель. Конечно, всем известно, что иноческие обители способствуют не только религиозно-нравственному просвещению, но и улучшению материального быта местного населения. Руководствуясь этим убеждением, вы в дорогой для вас суре учредили обитель, чтобы ежедневным совершением богослужения по уставу Святой Церкви, соблюдением постов, неустанным трудом, дать живой пример местному населению необходимости непрестанной молитвы и трудолюбия. Руководство выпало на долю настоятельницы юной обители монахини Варвары, но, конечно, главные заботы и труды ей еще предлежат впереди. Благодарны мы, суряне, глубоко благодарны вам, батюшка! Милосердный Господь да продлит драгоценнейшую жизнь нашего великого земляка и благодетеля отца Протеерея Иоанна Ильича и жизни его верной и неустанной помощницы в благоустройстве Святой Обители Игумени Таисии. Да умудрит он, премудрый и начальницу юной обители, монахиню Варвару в развитии и нравственном совершенствовании Святой Обители. И всем нам, участникам и участницам сегодняшнего редкого церковного торжества, подаст мирное своя и примирное благая и многое лето сурский приходской священник отец Александр Иванов. В ответ на это глубоко прочувствованную речь, отец отца Александра, певший монахиней на хорах, гости в зале дружно и громко троекратно пропели многое лето, а дорогой хозяин, батюшка, сердечно благодарил оратора. Последующие здравницы были предложены отцом Протеереем Иоанном Ильичом за ближайших своих сотрудников по устройству общины. Игумени Илюшинского монастыря Таисии, монахини-настоятельницы общины Варвары и диакона сурского отца Георгия Маковеева, главного распорядителя по постройке общины, прочих зданий и главного инициатора доходных предприятий на пользу дорогой суры. Пришли благодарить дорогого батюшку Суряне во главе со старшиной за все благодеяния, оказываемые им, за беспримерную заботливость об их нуждах. Отец Иоанн громко провозгласил «За здоровье моих земляков сурян» и собственноручно угощав, благодаривших его депутатов и стоявших у окон крестьян, заморским искристым вином. Надо видеть, какой радостью и любовью были полны взоры этих простых людей, обращенные на своего дорогого земляка, благодетель отца Иоанна, чтобы судить о важности совершаемого им для своей Родины. Представители местной власти и хранители порядка на торжестве освящения, помощник-исправник оборон Штромберг и пристав Зорич, тоже принесли поздравления высокочтимому отцу протеерею Иоанну Ильичу с открытием общины и пожелали еще много-много лет здравствовать ему, благодетелю родного северного края. Обед закончился благодарственной молитвой, пропетой всеми присутствующими. Внешний вид общины прост, но красив и производит солидное впечатление. Здание общины двухэтажное, бревенчатое, крыто железом, имеет кроме помещений для трапезной, кухни, кладовых, 20 просторных высоких светлых келей, в которых может помещаться в каждой 3 и 4 сестры. На восток здание оканчивается куполом с крестом над церковью. Церковь в два света, высокая, просторная, могучая вместить с хорами более 600 человек. Иконостас пятиярусный, резной, липового дерева, не золоченый и не крашеный, что очень красивый и гармоничный с иконами свежего блестящего письма. Ходов церковь два. Один из коридора нижнего этажа, другой из верхнего, прямо на хоры. Такое расположение их представляет много удобств. Во-первых, для молитвенного уединения. И во-вторых, во избежание дурного влияния на здоровье сестер осенних непогод и зимних морозов, доходящих до 40 градусов и более. Во-вторых, во время перехода в Искель и в храм, если бы он был отдельно, община обнесена новым высоким забором. В ней ее ограды принадлежат ей находящиеся вблизи здание читальни, где происходил обед, и исторический домик старый диаческий, где отец Иоанн провел свое детство. Теперь домик этот заключен в другой, составляющий как бы чехол для предохранения его от непогод и прочих влияний времени. Общественная лавка, пароход Святой Николай Чудотворец, паровая мельница, кирпичный завод и проценты с капитала перед новоотцом Иоанном новой общине будут составлять обеспечение существования ее. Сурская община, имея молитвенником и покровителем своим высокочтимого отца Протеерея Иоанна Ильича Сергиева Кронштадтского, несомненно, будет преуспевать во спасение обитательниц ее и, как пример окружающему ее населению. Мы пожелаем ей от души всякого успеха. 25 мая день Святой Троицы. В Кронштадте большое оживление. Отец Иоанн в последний раз перед отъездом на родину торжественно служит в Андреевском соборе обедней и молебен по случаю дня рождения Государыни-Императрицы. Яркий солнечный день после двух дней бесперерывного дождя. Способствует праздничному настроению публики, которая к концу службы в соборе высыпала на улице Кронштадтса и густой массой скопилась в тех местах, где должен был проехать отец Иоанн. С трудом пробрался я на дамбу, так называемого Усть-Канава, в военной гавани, где в ожидании батюшки уже стоял его собственный пароход, любезный. Сюда публику пропускали только по билетам. В половине второго дня, когда по отдаленному крику и волнению в толпе можно было догадаться, что отец Иоанн уже едет, на палубе маленького любезного скопилась такая масса провожающих до Петербурга лиц, что я недоумевал, куда же поместиться сам отец Иоанн. Но слава Богу, кое-как уместились. Трудно только было отчалить от берега, так как провожающие, со слезами на глазах, ухватившись за борт парохода, долго не хотели отпускать последний. Когда же, наконец, пароход отделился от берега, из толпы раздался громкий голос. «Батюшка, родной, я бедный чиновник, четыре раза добивался увидеть вас, и все напрасно. Помогите ради Бога! В семье у меня горе!» Батюшка попросил подойти пароходу к пристани и передал просившему пакет с деньгами. Наконец, любезный отвалил и направился к выходу из гавани. В это время из-за военных судов показалась Петровская набережная, и на ней целое море человеческих голов. Послышались крики, плачь, замелькали платки в воздухе, а от берега отделилось несколько яликов и направилось на перерез нашему пароходу. Но вот и выход из порта. Мы прошли мимо нескольких красавцев, грозных крейсеров и броненосцев, на которых в это время, по случаю царского дня, развивались флаги всех стран, и гремела музыка, и вышли в залив. Далеко впереди, среди подернутого дымка и горизонта, заблестел купол Исаакиевского собора, а сзади, точно крылья белых чаек, мелькали в воздухе платки духовных детей отца Иоанна. В Петербурге была остановка для того, чтобы высадить провожающих из Кронштадта. На английской набережной отца Иоанна приветствовала игумени, основанного недавно им Иоанновского монастыря на речке Карповки в Петербурге. Мать Ангелина с монахиней Евпраксией. Какие-то купцы-рыбники поднесли батюшке оршинную живую стерлядь, а на тротуаре против пристани моментально выросла толпа. Дорогой батюшка, отец ты наш, прощай, счастливо плавать, приезжай скорей. В Шлиссельбург Любезный пришел только к одиннадцати часам вечера. Здесь нас уже ждали два парохода, Шестовец и Агафья, предоставленные для путешествия отца Иоанна вытигорским купцом Лопаревым, так как Любезный сидит очень глубоко и для плавания по каналам неудобен. С большим трудом мы пересели на новые пароходы. Так как за день все очень устали и пора было ложиться спать, то отец Иоанн перешел в каюту маленького Шестовца, на котором его поджидал уже сам хозяин парохода, приехавшись встречать батюшку из Вытигры. А я и сопровождающий отца Иоанна, настоятель Никифоровского монастыря и романах Георгий, устроились на Агафье. Простившись с последними провожающими, мы немедленно отчалили и вошли в канал Александра Второго. Впереди шел Шестовец, вслед за ним поплелась Агафья. По каналам обыкновенно пароходы имеют право идти не более семи верст в час, но мы шли со скоростью десяти верст, и потому к девяти часам утра 26 мая были уже в Ладоге. Неожиданная остановка отца Иоанна в Новой Ладоге всполошила все население города. Весть, что отец Иоанн будет служить обеднею в церкви святого Климента, с быстротой и молнией облетела все окрестности, и народ валом повалил к церкви. Когда окончилась обедня, на площади перед церковью была громадная толпа народа. Отец Иоанн с трудом усевшись в поданную ему тройку, поехал в дом купца Спирова, куда его пригласили к обеду. И вот вся эта масса зашевелилась и бросилась в догонку за экипажем. Я, ехавший в другой коляске следом за батюшкой, все время должен был кричать вместе с кучером из-за опасения раздавить кого-нибудь. Несмотря на все предосторожности, в квартиру господина Спирова, кроме нас, спутников отца Иоанна и приглашенных почетных гостей, попало человек сорок из толпы. Всякий жаловался на свои невзгоды и болезни и просил благословения. Отец Иоанн всех обласкал и всех благословил. Пообедав после краткого молебна и поблагодарив хозяев за их радушие, мы отправились к своим пароходам и сейчас же двинулись в дальнейший путь. Пройдя широкое и довольно оживленное устье Волхова, мы опять вошли в скучный однообразный канал. Потянулась бесконечная, поросшая низким явником плотина, из-за которой изредка показывается серое, как сталь, Ладожское озеро. С одной стороны и такой же бесконечный бичевник с другой стороны. За бичевником тянутся на многие версты залитые луга и кое-где только на пригорке виднеются группы деревьев, да изредка покажется селение с белой церковью. Благодаря тому, что канал был почти свободен от судов, мы шли без задержек и к шести часам вечера 26 мая пришли к Свирицу. Свирица, небольшое селение, сосредоточенное главным образом у конторы цепного пароходства. Здесь мы пересели на большой пароход морского типа Баян и взяв опустевшего шестовца на буксир, вошли в устье реки Свири. Тут местность сразу изменилась. Вместо скучных низких берегов канала началась свободная, живая и быстрая красавица Свирь. Мы уже в пределах Аланецкой губернии. Чем выше поднимаемся мы по реке, тем берега ее делается гористи. Среди леса, возвышенных лугов и засеянных хлебом полей, то и дело попадаются селения, обитатели которых, издали узнав, кто едет на нашем пароходе, пестрой толпой высыпают на берег, кланяются в землю, бросают кверху шапки и всячески стараются выразить отцу Яну свои симпатии. Стоило нам остановиться у одной пристани для получения дров, как сейчас же группа молодых девушек поднесла батюшке несколько букетов ландышей. Сколько радости, сколько счастья было написано на лице каждой старушки, которой удалось получить благословение отца Иоанна. Отец Иоанн гладит по голове, хлопает по плечам, проводит по глазам больных, и последние, осчастливленные, с огромным нравственным подъемом возвращаются домой. Утром 27 мая мы прошли грозный и самый большой на Севире порог Сиговец, получивший свое название от обилия ловящихся здесь всегда сигов. Наконец, в пять часов вечера мы пришли в Вознесенье и, набрав дров, вышли в Онежское озеро, отпустив на свободу шестовца, который пошел к Вытигру каналом. Глава 2. Онежское озеро, река Вытигра, в гостях у Лопаревой. Вытигорский погост. Мы вышли в Онежское озеро. Был мертвый штиль. Мы шли по прямой линии на восток к кустю реки Вытигры. «Вот когда я отдыхаю вполне», — говорит подошедший ко мне отец Иоанн. «Только на пароходе и есть возможность провести время в полном спокойствии. Тяжела мне подчас бывает моя популярность. Никуда нельзя показаться, нигде нельзя свободно пройти незамеченным. И действительно, стоит только где-нибудь отцу Иоанну ступить на берег, как толпа окружает его со всех сторон, и нужны большие усилия, чтобы освободиться из ее объятий. Он принадлежит сам себе только тогда, когда окружен со всех сторон водой, на маленькой палубе в несколько квадратных оршин. Он имеет на короткое время свободу, в награду за целый год жизни, исключительно для других. Впрочем, и в это короткое время досуга я редко вижу батюшкой без дела. То он читает Святое Евангелие, то записывает в дневник свои впечатления, то обдумывает проповедь к следующему дню, так как редкий день мы не останавливаемся где-нибудь, чтобы служить обедню. И только изредка ходит он по палубе, созерцая природу и восторгаясь ею. В городе Вытигре встреча отца Иоанна была особенно торжественна. Несмотря на то, что было уже поздно, весь город высыпал на набережную, где на разукрашенной флагами и покрытой красным сукном пристани духовенство и власти города встретили батюшку. В нескольких экипажах мы отправились в имение Лопаревых, отстоящее от гор. Города Вытигры в трех верстах и остановились в знаменитом Лопаревском палаццо. Покойный Лопарев происходил из кучеров. Благодаря русской смекалке и выгодным подрядам по постройке шлюзов на Мариинской системе он сделался миллионером и решил выстроить дом, которым не стыдно было бы принять заезжих высокопоставленных лиц. Утром 28 мая отец Иоанн служил обеднюю в городе Вытигре и сказал слово против раскольников, которых здесь много. После обедни в доме Лопарева был предложен нам гостеприимной хозяйкой Лопаревой обед, на котором присутствовало около 35 человек приглашенных. Много говорилось через отца Иоанна Речей, но самой сердечной и симпатичной была коротенькая речь, сказанная экспромтом миссионерам Вытигорского округа священником Георгиевским. Вот приблизительное содержание. Глубоко чтимый отец протоиерей. В прошлом году в Вытигорском соборе, в своем слове вы сказали, «Мне доставляет большую радость ездить по всем городам дорогой мне России, а для нас Вы всегда доставляете истинное наслаждение». В самом деле, лишь только вступаете Вы, батюшка, в какую-либо вещь или город, несмотря на будни, слышится радостный торжественный звон большого колокола, собирается собор служащих с Вами, купцы запирают лавки, крестьяне бросают в поле бороны и сохи, матери во множестве несут для приобщения детей. Замечается религиозный подъем духа, усиливается теплая молитва. Как от обыкновенного огня нагреваются окружающие предметы, часто загораются и горят огромным общим огнем, так и Ваш молитвенный пламень охватывает всех, как служащих, так и молящихся. И вся церковь молится с Вами усерднее, теплее. Вечером отец Иоанн долго гулял по небольшому садику и в саду же прочел вечернее правило. На следующий день утром мы совершили поездку на Вытигорский погост, где батюшка служил обедню. В каждом шлюзе происходила трогательная сцена встречи батюшки с моментально собиравшимся народом. — Солнышко ты наше красное, голубчик ты ненаглядный, помолись ты за нас, грешных! — слышалось из толпы, протягивавший к нашему пароходу из-за перил шлюза десятки сложенных для благословения рук. Когда впущенная в шлюз вода поднимала наш пароход на высоту его бортов, нам стоило больших трудов отчалить, так как стоящие на берегу люди, усыпившись крепко за пароход, долго его не отпускали. Всем хотелось пожаловаться на свои невзгоды и получить утешение. Батюшка многим раздавал медные образки и крестики, хотя это было и нелегко, потому что происходила свалка, и люди рисковали свалиться в воду. Пройдя с большими задержками шлюзы святого Петра, святого Георгия, святого Александра, мы вошли в реку Ковжу и к трем часам ночи пришли к устью речки Удашки, где находится большой лесопильный завод Неворотино, выделывающий досок при 120 рабочих слишком на 90 тысяч рублей. Здесь мы остановились. Так как было уже три часа ночи, то мы остались до утра на пароходах. Утром отец Иоанн служил обедне в девяти верстах от завода в воскресенском приходе, где сказал проповедь на тему, как мы должны жить в любви и согласии. После обедни батюшка по обыкновению зашел к местному священнику. В это время у дома Неворотиных уже собралась толпа рабочих с женами и детьми. Здесь отец Иоанна служил молебен, после которого очень долго благословлял и утешал страждущих. Каких-каких только жалоб не пришлось батюшке выслушивать. В особенности много прибегает к его помощи женщин. У той муж пьяница, у другой детей нет, у третьей какая-нибудь неизлечимая болезнь. И всех-то отец Иоанн утешит, всех обласкает, всем даст надежду. После молебна нам был предложен обед, во время которого хор местных любителей пел духовные вещи. Когда подали шампанское, начали стосты за отца Иоанна, хозяев, местные духовенцы и прочее. Отец Иоанн вспомнил и бедняков. В поте лица своего зарабатывающих кусок хлеба. И, взяв бокал с шампанским, пошел в соседнюю комнату, где из-за спин хористов глядела на нашу трапезу несколько десятков глаз рабочих женщин и детей. Нужно было видеть, с каким благоговением эти труженики крестились и отпевали по глотку вина из рук глубоко чтимого пастыря. Глава четвертая Встреча с пароходом Святой Николай Чудотворец на Кубинском озере Спасокаменский монастырь Печальные последствия рядахода Весь путь наш от Кириллова до Кубинского озера был каким-то триумфальным шестем отца Иоанна. То, что происходило здесь, не поддается описанию. Целые села от мала до велика высыпали навстречу нам и бежали по нескольку верст, падая на колени, простирая к отцу Иоанну руки и крестясь. Встречались по дороге изгородь. И пестрая толпа, не задумываясь, карабкалась на нее, прыгала вниз и снова бежала за пароходом до тех пор, пока канал не кончался и не начиналось озеро, по которому уже бежать нельзя было. На одном шлюзе я обратил внимание на очень хорошенькую девочку лет двенадцати, которая уже пробежала верст восемь и теперь усердно просила дать ей крестик. Но здесь ей так и не удалось ничего дать, так как брошенные крестики и образки моментально подхватывались другими. Когда пароход, выйдя из шлюза, пошел по каналу, я опять увидел среди бежавшей толпы неутомимую девочку. Сначала она сняла с головы платочек, потом сняла и кофточку, так как было очень жарко. Под конец я видел ее уже бегущей, с развертывающимися по воздуху длинными волосами в одной рубашонке. Весь гардероб свой она несла в руке. Я попросил рулевого подойти ближе к берегу и, улучшив удобную минуту, очень удачно бросил неутомимой девочке карточку отца Яна. Она подхватила ее и, прижав к груди, все-таки продолжала бежать, пока не кончился канал и не началось маленького озера. Наконец, в семь часов вечера на двенадцатом шлюзе мы встретились с собственным большим пароходом отца Яна, святым Николаем Чудотворцем, пришедшим за батюшкой из Суры. Со слезами встретили нас три молодых монашки, пароходные прислужницы. Оказалось, что уже одиннадцать дней они ждали нас, так как батюшка предполагал раньше выехать, пятнадцатого мая из Кронштадта, но потом отложил свой отъезд. Перегрузив свой багаж шестовца и кемы на большой и удобный пароход святой Николай Чудотворец, мы простились с гостеприимными и любезными господами Неворотиным, Лопаревым и Качаловым и пошли к Кубинскому озеру, до которого оставалось всего несколько верст. Шестовец и кема и присоединившийся к ним потом маленький путейский пароход долго приветствовали нас на прощание прерывистыми гудками. Вышло оригинально и трогательно. Ночь нас застала на середине Кубинского озера, где мы вследствие густого тумана должны были встать на якорь. Когда рассвело, перед нами точно вырос из воды очень красивый, окруженный со всех сторон водою, Пасокаминский монастырь. Весь остров, на котором построен этот монастырь, имеет в окружности около двухсот сажен, поэтому, кроме маленького двора, небольшого расстояния между церковью и гостиницей. Вся поверхность острова занята монастырскими постройками, до приютившейся в восточной части обители спасательной станции. Так как было около восьми часов утра, то батюшка решила служить обедней в монастыре, и потому распорядился пристать к острову. Еще издали мы обратили внимание на развалины совершенно нового одноэтажного дома, и не могли понять, что за причина разрушения, так как землетрясения быть не могло, а при пожаре должны были бы закоптиться стены и обуглиться бревна, чего здесь не замечалось. В монастыре нам рассказали, что все сделано ледоходом минувшей весною. Нечто ужасное происходит здесь ежегодно по вскрытии рек. Напором воды льдины, громоздясь одна на другую, точно бесчисленные неприятели, идущие на приступ, ползут на берег, потом на стены, и, наконец, сбирается даже на крышу высокого собора. Огромные камни, подхватываемые со дна ледяной массой, поднимаются той же массой на ужасную высоту. На берегу острова и по сие время лежит камень в пятьсот пудов весом, снятый после ледохода с крыши монастырского собора. Грустное впечатление производит настоящее время древнее, основанное еще в тринадцатом столетии спасок каменский монастырь. Бедность и запустение вопиющие. Жертвенники в алтарях стоят пустые, и только в одном маленьком пределе, когда мы приехали, шла утренняя. Можно себе представить, как были обрадованы те пять монахов, которые составляют всю братьев монастыря, когда нежданно-негаданно появился в церкви отец Иоанн. Отслужив обедни и внеся солидную сумму на нужды монастыря, батюшка простился с осчастливленной братьей, и около десяти часов утра мы тронулись в дальнейший путь. Через час мы вошли уже в реку Сухону, называемую в своем верховье Романгой. Ну, нет, батюшка, как хошь, а я счастливее тебя. Ты здешний житель, а я Йонн, Красное Солнышко, каждый год мимо тебя ездит. Ну, не диковинка, что и заехал. Другое дело я. Я вот из Полтавы теперь соловки на Богомоле пробираюсь, да к вам в Каменске ненароком попало, и вдруг такое счастье. У самого батюшки отца Яна Кронштадтского причастилося. До этого счастья мне и не снилось. Я романах Каменского монастыря, в свою очередь старался доказать Богомолке, что он и его братья счастливее ее. Такой спор происходил на берегу Каменского острова у нашего парохода перед выходом отца Яна из квартиры игумена за несколько минут перед нашим отъездом. Как теперь вижу лицо этой старушки. Сколько искреннего счастья, сколько веры в ее потухших влажных от слез глазах. Целое событие произошло в ее жизни. Из ее разговора с монахом я узнал, что давно она мечтала увидеть батюшку, но в Кронштадт идти не решалась, боялась, что к нему не допустят. И вдруг такая счастливая встреча. Долго потом стояла она колено преклоненной на пристани монастыря и смотрела вслед нашему пароходу. Страница 457 Фотография Супруга отца Иоанна Кронштадт Елизавета Константиновна Сергиева отошла ко Господу 22 мая 1909 года в 80 лет от роду. Глава 5 Северная Двина Вот она, моя милая родная Северная Двина, тихо шепчет отец Иоанн, с восторгом и благоговением всматриваясь в то место, где река Вычигда, встретившись с рекой Сухона или иначе с Малой Двиною, повернула налево и развелась широкой могучей Северной Двиной. Много раз в своей жизни пришлось отцу Иоанну проплыть по Северной Двине, еще юношей, никому неизвестным студентом Духовной Академии, ездил он этим путем из Петербурга на родину. Теперь уже много лет подряд проезжает он здесь, окруженный славой и всеобщей любовью и уважением, щедрой рукой помогая нуждающимся. Падет ли скотина у крестьяна, сгорит ли изба, или в храме нужен ремонт, а своих средств не хватает, вся надежда на батюшку. Приедет батюшка, поможет. Правда, часто и зло употребляют люди доверием отца Иоанна, и деньги, данные на удовлетворение серьезной нужды, не достигают своего назначения. Но ведь это явление обыкновенное, во всякой благотворительности искоренить это зло невозможно. Впрочем, и тут обаяние имени отца Иоанна делает свое дело. Всем известно, что батюшка, помогая в нужде деньгами, не только не наводит справок о том лице, который просит помощи, но часто дает деньги, не считая их, так просто, на счастье, сколько попадется в руту. Только в глаза он взглянет тому, кто обращается к нему своим чистым, хорошим взглядом. Нужно поэтому быть уж слишком испорченным человеком, чтобы решиться обмануть батюшку. И в этом сила отца Иоанна. Простой народ подходит к нему со страхом Божиим, видя в нем вдохновенного священника и истинного пастыря отца, которому можно преклонить свою усталую и измученную трудовой жизнью голову. Здравствуйте, православные! Здравствуйте, дорогие детушки! Здравствуй, матка! Здравствуй, бабка! Вот обычные фразы, с которыми обращается отец Иоанн к простому народу, когда наш пароход подходит к берегу. И нужно видеть своими глазами сколько счастья, сколько тихой радости приносят эти немногие слова, сказанные отцом Иоанном, чтобы понять, что он, что он для русского народа, и как сильна вера в этом забитом народе. «Скажите этому народу всего два слова за веру и отечество, и он сразу превратится в такого богатыря, что равного по силе ему не будет». При входе в Северную Двину мы встретили очень красивый, переполненный возвращающимися из Соловок богомольцами пароход. На пароходе узнали стоявшего на рубке отца Иоанна, и люди зашевелились, замахали шапками и платками. Это был первый привет Северной Двины, на который батюшка радостно отвечал, стоя с обнаженной головой и высоко держа в воздухе свою соломенную шляпу. Глава шестая. Красота северной природы. На следующий день, четвертого июня, мы прошли мимо заштатного городка Сольвычегодского уезда Красноборска, известного ярмаркой Беличьего меха тридцатого ноября. И вскоре затем вступили уже в Архангельскую губернию. В одном месте у села Ляблова нам пришлось остановиться, чтобы взять дров. Берег весь высокий и крутой. Крестьяне, узнавшие пароход отца Иоанна, стали спускаться к нам по покатой плоскости, как говорится, в собственном экипаже. Сядут на четвереньки и спускаются, как на салазках с ледяной горы. Таким же способом спустились с горы и почтенный батюшка, местный священник со своей матушкой. Подошли к пароходу и, не видя царя Иоанна, запели царю небесный. Отец Иоанн вышел на палубу и пригласил их войти на пароход. За своим священником хлынуло на пароход и паства. Всех пустить было нельзя, потому что это замедлило бы укладку дров, вследствие чего командир парохода распорядился не пускать остальных. Ввиду этого многие пустились на хитрость. Возьмут полено два-три и несут на пароход, а потом прямо к батюшке под благословение. Много книжек и образков пришлось раздать здесь. Детишки получали и гостинцы. Погрузив дрова, мы отправились в дальнейший путь и скоро прошли мимо скита холмогорского женского монастыря. Несколько монахинь, бывших на берегу, заметили наш пароход и бросились на колокольне звонить. Но так как до колокольни было далеко, то пока они бежали, наш пароход далеко уже ушел, и мы звона не слышали. Из Пенегии с нами поехали всего два человека, местный дьякон, приехавший сюда встретить отца Иоанна, лесопромышленник Кыркалов. Северян Кузьмич Кыркалов сам себя называет мужичком. Это высшая степень интересная личность. Ходит он просто, как большинство зажиточных крестьян, занимающихся торговлей, держится в высшей степени скромно. Будучи глубоко верующим человеком и видя в отце Иоанне великого молитвенника и образцового пастыря, Северян Кузьмич настолько чтит батюшку, что никогда не позволит себе в его присутствии надеть шляпу. Так у меня и осталась в памяти непокрытая голова Кыркалова. Видел я ее и в Пенегии среди сыпучих песков Суры и потом уже на обратном пути на пыльных улицах Архангельска. Это не нравилось батюшке и он не раз просил покрыть голову. Тогда Кыркалов прибегал к хитрости. Забыл дома шляпу, говорил он. В Архангельске у Кыркалова огромнейшие лесопильные и кирпичные заводы. Еще один завод строится где-то в Сибири. В стаже верстах от Суры вниз по течению в местности называемой Шотовой горой находится его резиденция так сказать операционная база его. Здесь его родное село его дом и хозяйство. Кыркалов много жертвует на церковь. В Архангельске он выстроил на свой счет подворье Сурского монастыря. В своем родном селе строит каменную церковь и состоит постоянным жертвователем Иоанновского монастыря в Суре. теперь встретил нас Кыркалов в Пенеге с тем чтобы уже не расставаться до самого Архангельска. С тем на пароходе уже занял самое скромное местечко где-то рядом с кухней на сложенных дровах. Трудно было предположить в этом человеке дельца имеющего ежегодный оборот в несколько сотен тысяч рублей. Больше всего волновались три состоящие при пароходе монахини. Помилуйте плакались они. Для нас ведь какой праздник приезд дорогого батюшки. Целый год ведь ждем его приездом и живем и потом весь год. А ведь если пароход до Суры не дойдет придется нам остаться на нем и в Суре батюшку не видать. не терял надежды добраться до Суры и командир наш ежели в Верхове дожди пройдут сейчас же вода подымется. Она пенега у нас ведь шальная говорил он. Но на дождь надежда была плохая давно его не было. На прозрачном небе жарило вовсю горячее солнце. На высоких обрывистых берегах в величественном безмолвии задремал могучий лес. В одном месте увидели мы проходивший по поляне крестный ход. Крестьяне просили Всевышнего о дожде. Не дай Бог если придется нам ехать на лошадях говорит мне одна из спутница Саяна баронесса Те. Здесь что не верста то гора да такая что страшно взглянуть вниз. Намучаешься баронесса Те много лет уже ездит с отцом Яном. Я не могу вспомнить без чувства симпатии этого человека будучи женщиной из аристократического круга женой человека и ныне занимающей видный пост в одном министерстве баронесса оставила свет надела на себя черный платочек и вот теперь занимает маленькую келью в доме трудолюбия в Кронштадте исполняя обязанности библиотекаршей и заведуя продажей духовных книг. 16 лет по ее словам страдала на изнурительной женской болезни все заграничные курорты изъездила в чайни поправить здоровье но увы все было напрасно наконец решила она обратиться к только что входившему в славу отцу и Анну батюшка помолился и болезнь как рукой сняла рассказывала она мне тогда я почувствовала что не могу больше оставаться в окружающей меня обстановке я поехала к батюшке и спросила его совета что мне делать и он сказал мне помогай бедным и благодари бога с тех пор я оставила свет и вот счастлива тем что могу каждый по сей день слушать обед и приобщаться у батюшки в дороге баронесса всегда занимает самое скромное место не лезет подобно другим на глаза отцу и Анну сидит себе где-нибудь в отдаленном уголке и старается быть незамеченной в каюте у баронессы всегда огромный запас всевозможных крестиков иконок брошюр духовного содержания и тому подобных полезных вещей для народа все это она закупает по своему почину и на свой счет и при каждом удобном случае раздает есть у баронессы из сласти в большом количестве целые ящики пряников и конфет это у меня все для ребят говорит она ужасно люблю наделять ребятишек гостинцами ведь другой мальчонкой от рождения пряника не видел зато сама баронесса строгая постница не только рыбы но даже и масло в пищу не употребляет питается исключительно почти огурцами картошкой да маслинами страница 363 фотография открытие в 1908 году дома трудолюбия в Санкт-Петербурге на обводном канале номер 145 праведник и великий чудотворец метрофорный протоиерей кронштадтского Андреевского собора отец Иоанн Ильич Сергеев с правой стороны бывший санкт-петербургский градоначальник генерал-майор Клейгельс слева редактор газеты ведомости Санкт-Петербургского градоначальства Михаил Григорьевич Крывошлык глава 7 в новгородской губернии мы не знали как отказаться от всевозможных подношений от крестьян одна баба полотенца своей работы принять умоляет другая десяточек яиц третья хлебец и сяшку земляники от предлагаемых денег отказывается это ему красному солнышку попросите чтобы не обидел отказом меня старуху от своих ведь трудов умоляет она здесь на его родине совсем другое прежде всего просят денег так как всем гуртом просить неудобно то крестьяне очень остроумно занимают позиции в разных пунктах дороги рассыпавшись на протяжении нескольких верст в некотором расстоянии друг от друга то и дело заслышав наш колокольчик и счастье леса выходит на дорогу мужик или баба и приставка экипажа отца Иоанна отводят только отходят тогда когда получат просимое в Веркольский монастырь мы приехали около десяти часов вечера отстав от батюшки и приехав на полчаса позже его так как пришлось ждать возвращения парома на котором перед нами переехала через Пенегу переехал отец Иоанн на этом пароме чуть-чуть не произошла катастрофа когда отец Иоанн со своим экипажем был ввезен на паром за ним бросилась толпа состоящая большей части из баб и ребятишек и паром и без того сидящий почти в уровне с водой стал погружаться многие попрыгали в воду и возвратились на берег вброд другие же пришлось пересадить на лодку и в ней доставить обратно глава восьмая пребывание в селе Сури около четырех часов по полудни на противоположном от нас берегу Пенеги мы увидели наконец родину отца Иоанна село Суру совсем небольшое село но изоле вам кажется что видите небольшой уездный город рядом со старой деревянной церковью во имя святого Николая Чудотворца величественно глядить на окрестности большой новый каменный храм во имя того же святого окруженный красивой каменной оградой с железной решеткой тут же по соседству стоят два больших каменных дома в одном помещается школа а в другом монастырская лавка немного дальше из-за храма виднеется красивая архитектура часовня построенная под могилой родителей отца Иоанна дом священника и ряд больших просторных изб все это создание отца Иоанна голое место было пояснил нам имщик кроме старой церковушки на голом песке ничего здесь не было а теперь вон и старой церкви не узнать так ее подновил отец Иоанн а уж новую выстроил так это всем на удивление и действительно когда я потом осматривал храм выстроенный отцом Иоанном я был поражен его благолепием сначала все эти постройки мы приняли за монастырь но оказалось что монастыря еще не видно монастырь находится на стороне села и со стороны Пенеги закрыт крестьянскими постройками спустившись по очень крутой горе к реке мы увидели на противоположном берегу Пенеги разукрашенную флагами и зеленью пристань здесь за час до нашего приезда вся сура с сестрами игумени Иоанновского монастыря встречала своего замечательного односельчанина говорят это была замечательно трогательная и величественная картина видеть которую нам с отцом Георгием не пришлось о чем мы потом очень сожалели перебравшись на противоположный берег на пароме мы медленно поплелись по сыпучему песку на наших усталых лошаденках солнце печет немилосердно колеса нашего тарантаса глубоко врезывается в песок и лошади нет нет и остановится перевести дух наконец забрались мы на гору и проехав мимо двух церквей и школ попали почти на прямую улицу с двух сторон окаймленную рядами больших просторных изб возле изб положены доски для пешеходов так как ходят по песку ходить по песку в котором вязнет нога очень трудно улица была совершенно пуста так как все селение было в монастыре где находился отец Иоанн наконец показалась и крыша монастырской церкви с куполом из оцинкованного железа и мы проехав дворов двадцать повернули направо и въехали в обширный монастырский двор окруженный временным деревянным забором въехав монастырский двор мы круто повернули налево и остановились у крыльца главного корпуса соединенного с монастырской деревянной церковью все население суры было здесь следуя за показавшей нам дорогу монахини мы с отцом Георгием прошли мимо входа в церковь по крутой деревянной лестнице поднялись во второй этаж и вошли в квартиру игумени монастыря за большим столом в просторной светлой комнате сидело человек пятнадцать самой разнообразной публики были тут монахини духовенства акцизные лесной чиновники с женами и детьми и несколько человек крестьян большинство пило чай отец ян в белом как снег подрясники ходил по комнатам по очереди разговарив то с тем то с другим увидя нас с отцом Георгием он с обычной приветливости и предупредительностью обратился к нам а вот и мои дорогие спутнички ну пожалуйте подкрепитесь с дороги так как мы уже покушали то отец Георгий сел на диван рядом с рослым мужчиной с окладистой светлорусой бородою с загорелым лицом и мозолистыми руками очевидно хлебопашцем а я поместился между отцом Георгием и симпатичной добродушной старушкой одетой так как одеваются здесь все крестьянки вот это моя родная сестра а это мой племянник сказал мне отец Иоанн указывая на мою соседку и на соседа отца Георгия сосед отца Георгия оказался родным сыном моей соседки в отдаленном углу комнаты сидел еще два племянника отца Иоанна младшие дети и его сестры тоже одетые по-крестьянски и держащие себя в высшей степени скромно два старших племянника женаты и занимаются со своими семьями хлебопашеством тут вот и сказалось наглядно бескорыстие отца Иоанна другой на его месте всех бы родственников своих озолотил дав им возможность жить легко и богато но для отца Иоанна все люди одинаково близки и он не отдает преимущества своим родственникам которым он помогает но не больше чем и всем другим и родня его не ропщик потому что с давних пор привыкла смотреть на него как на человека особенного не от мира сего здесь я узнал что еще в детстве сын псаломщика Ильи Сергиева маленький задумчивый Иванушка пользовался среди своих односельчан особенным уважением пропадет лошадь у мужика идут просить Иванушку помолиться случится ли горе какое или заболеет кто-нибудь опять идут к Иванушке но вот дивный мальчик вырос и слава его как солнце засияла над православной Русью а в дикой суровой пустыне среди дремущих лесов усыпучих песков где некогда кроме десятка избы до полуразрушенной деревянной бедной церкви ничего не было забелели стены величественного каменного храма засияли золотые кресты над растущей не по дням а по часам молодой обителью вся грамотная Россия знала до сих пор на севере родину великого русского ученого Ломоносова теперь вся православная Россия будет знать и Суру родину досточимого своего пастыря всего четыре года тому назад отец Иоанн положил начало сурской обители и вот теперь в Суре уже сто двадцать сестер большая часть которых приехала сюда в суровую дикую местность из самых далеких концов России только самый незначительный процент монахинь составляет уроженки архангельской губернии не на легкую жизнь и не в благоустроенный уже монастырь собрались сюда молодые монахини на сыпучем песке трудно создать в короткий срок хорошее хозяйство здесь нет еще ни сада ни огородов ни обработанных полей все придется создавать тяжелым трудом при самых трудных условиях так как северное лето коротко пройдет три месяца в которые солнце почти не сходит с горизонта и настанет холодная ненастная осень в начале октября здесь уже все почти покрыто снегом солнце сначала показывается всего на несколько часов затем и совсем почти исчезает настает долгая суровая зима почта приходит сюда всего раз в неделю сообщение с далекой россии только на лошадях да оленях почти девять месяца вся природа покружена в непробудный сон поцаряется глубокая тишина нарушаемая только звоном колокола призывающего сестер монастырскую церковь довоем ветра и стоном вьюги сливающимся с голодным зауванием диких зверей в эту обители собрались молодые девушки сознательно готовые в то же время на всякое самоотвержение многое видел мужских и женских монастырей на Руси но такого еще никогда не видел не монастырь а институт какой-то что не монахиня то 17 и 18 летний ребенок самая старшая из них исключая конечно игумень около 30 лет и что же по словам священника и матери игумени все сестры замечательно ревниво исполняют свои обязанности каждая безропотно несет свое послушание как бы тяжело оно ни было так силен дух сообщаемый им в горячих проповедях их духовным отцом и покровителем великим праведником отцом Иоанном среди послушниц сурского монастыря очень много кронштадтских и петерговских уроженок решившихся ехать сюда исключительно из чувства глубокого почитания к дорогому батюшке отцу Иоанну можно поэтому представить себе какой праздник для сестер монастыря представляет приезд отца Иоанна в Суру во время пребывания отца Иоанна в Суре многие сестры были избавлены от более тяжелого послушания так монастырские лесопильные кирпичные заводы где обыкновенно работают сестры были наняты паденные рабочие чтобы дать возможность монахине видеть дорогого батюшку исповедоваться и прищаститься у него в день нашего приезда отец Иоанна служил здесь вечерню на утро для всего монастыря предстояло большое событие общая исповедь и причастие у отца Иоанна на следующий день утром отец Иоанн торжественно при переполненном храме служил обедню во время которой обратясь к юным монахиням сказал глубоко прочувственную проповедь относительно того как должны жить инокини посвятившие себя богу хорошо зная человеческую душу дорогой батюшка в своей проповеди коснулся тех вопросов которые представляют собой самые больные места в жизни монахинь к концу проповеди в храме начали раздаваться сдерживаемое всхлипывание потом перешедшее в сплошное громкое рыдание когда же окончив проповедь отец Иоанн произнес покайтесь в храме все слилось в один общий гул чины с благоговением стали подходить одна за другой монахини к причастию отец Иоанн причастил сам всех бывших в храме дом или вернее изба в которой родился отец Иоанн стоял раньше совсем в другом конце села и теперь принесен сюда рядом с монастырем и покрыт наподобие домика Петра Великого в Петербурге чехлом почитателями отца Иоанна изба как и все здешние избы сложены из толстых бревен свет проходит в две уцелевшие комнаты через маленькие окна с зелеными мутными стеклами первая более обширная комната почти сплошь завешана образами и картинками духовного содержания тут же висит и портрет отца Иоанна в углу перед образами стоит простой стол покрытый скатертью на котором поставлена чаша с водой и со свечами приготовленными для молебна во второй комнате из вещей современных отцов Иоанну бывших у его родителей уцелел один только каменный жернов в деревянном ящике вот и вся незатейливая обстановка избы отца Иоанна сделав на лошадях путь в рощу и обратно 36 верст отец Иоанн возвратился замечательно бодрый и радостный батюшка очень был доволен состоянием недавно только отстроенного и отделанного скитского храма во имя святой троицы все только поражались энергией этого замечательного человека встать раньше всех а служить утреннюю обедню и не отдыхая по тяжелой дороге проехать 36 верст страшный зной и не устать при 74 годах от роду как хотите а дело не совсем обыкновенное за все наше путешествие нам не раз приходилось встречать ровесников отца Иоанна и его однокашников по семинарии но какие все это дряхлые старики сравнительно с ним он кажется молодым человеком если видеть его товарища по школе возвратясь из рощи напившись чаю батюшка сейчас же отправился осматривать вновь отстроенный дом священника отца Георгия из окна кабинета хозяина дома помещающегося во втором этаже отец Иоанн мог видеть как на ладони всю свою суру на первом плане который раскинулся широкий монастырский двор со всеми своими постройками частью уже совершенно готовыми а частью еще неоконченными и закрытыми лесами батюшка долго не мог оторваться от дорогого его сердца вида суры так преобразовавшийся благодаря его трудам и наконец повернувшись к священию к отцу Георгия и его жене сказал а знаете что я останусь здесь у вас в этой комнате ночевать конечно хозяева были несказанно обраданы этим и засуетились желая устроить поудобнее постель из окон обители монахини видели как батюшка долго стоял перед сном у открытого окна в белом подряснике и смотрел на все созданное им а перед уходом на покой благословил молодую обитель на следующее утро 9 июня отец Иоанн служил обедню в соборе святого Николая Чудотворца прекрасный сияющий по золотой дорогого иконостаса храм был переполнен молящимися кроме крестьян здесь собрались все сестры сурского монастыря не желавшие пропустить ни одной службы своего обожаемого благодетеля и покровителя после обедни все перешли к часовне над могилой отца дорогого батюшки где последний отслужил панихиду после этого почти до трех часов дня неутомимый отец Иоанн делал визиты в суре посетил всех священников в их квартирах побывал у сестры своей зашел в монастырскую лавку где благословил сестер приказчис заехал в школу где одна из учениц прочла ему стихотворение когда батюшка вышел из школы дети высыпали на улицу провожать его всех учениц около сорока одеты все по-институтски в темно-коричневых платьицах и белых пелеринках в суре все уговаривали отца Иоанна остаться еще несколько дней глядите какие тучи на горизонте говорили суряне того и гляди вода подымется и пароход ваш прямо сюда и подойдет но подвижник божий отец Иоанн не создан для праздной жизни сидеть на месте без дела для него утомительнее всего а в суре уже все было сделано да кроме того приезда его с нетерпением ждали на Волге до Волги же нужно было еще побывать в Архангельских Холмогорах и Вологде поэтому дорогой батюшка торопился и наш отъезд был решен окончательно возвратился из рощи отец Ян около четырех часов по полу и лег немного отдохнуть после утомительной дороги вскоре подъехали остальные богомольцы позднее всех возвратились сестры монастыря ходившие в рощу пешком последних захватил в дороге ливень и они возвратились совершенно мокрые отдохнув не более часа дорогой батюшка вышел к прощальному обеденному столу вокруг которого уже собрались все близкие его родные знакомые и сотрудники по созиданию обители суряне ловили каждое слово дорогого батюшки и не сводили с него глаз желая насмотреться на него перед прощанием отец Иоанн по очереди говорил то с одним то с другим давая каждому нужное наставление касающееся его специальности пока жив не оставлю вас своим попечением говорил на прощание отец Иоанн сестрам своего монастыря а умру тогда Господь Бог вас не оставит будьте только благочестивыми и достойными сестрами своего монастыря глава 9 пребывание в Архангельске в Архангельске нам сообщили что 13 июня весь день ждали приезда отца Иоанна а многие думают что дорогой батюшка может приехать и ночью продежурили на берегу звены до утра отец Иоанн все время стоявший на носовой части парохода и не сводивший восторженного взгляда с приближавшегося города при виде монастыря с которым мы поравнялись обнажил голову и осенил себя крестным знамением вот здесь прошли мои юношеские годы обратился он ко мне указывая на сад из здания семинарии показавшегося невдалеке от Архангельского монастыря батюшка с любовью смотрелся в каждое здание гора и давал мне подробные пояснения это обитель во имя Архангела Михаила построена еще за 400 лет до основания города говорил он при ней теперь находится церковно-археологическое общество а вон деревянный дом это епархиальное женское училище за ним виднеется большой каменный дом это дом архиерея теперь смотрите далее это наше сурское подворье на самой набережной реки я увидел вновь отстроенное двухэтажное деревянное здание с часовней против этого дома мы пристали к одной из пристани загроможденных кулями с хлебом с пристани отец Иоанн прежде всего поехал с визитом к владыке у которого немедленно был принят владыка пригласил батюшку на следующее утро участвовать в сослужении с ним в его домовой крестовой церкви пообещав прислать за отцом Иоанном свою карету от архиерея отец Иоанн проехал в соседнюю Благовещенскую церковь построенной жителями Холмогор и Великого Устюга там он служил обедню в это время в подворье сурского Иоанновского монастыря собравшаяся толпа народа и немногочисленные сестры обитательницы подворья с волнением ждали приезда отца Иоанна дело в том что мы из Суры привезли с собой монахиню которая должна была заместить находившейся при смерти старшую сестру подворья по этому случаю в подворье с нетерпением ждали дорогого батюшку который обещал прибыть из церкви со святыми дарами и приобщить умирающую я видел эту монахиню которую провели в комнату отца Иоанна когда он наконец приехал из церкви она висела на руках поддерживавших ее сестер еле передвигая ногами измученная бессильная с валившимися потухшими глазами с желтым как воск лицом казалось она не дойдет до конца комнаты и тут же умрет но вот ее вели в комнату отца Иоанна и точно закрыли за ней дверь батюшка приступил к святой исповеди в это время все лестницы и проходы между ними были переполнены публикой кого кого только не было и чиновник без места с прошением в руках и учащиеся молодежь и купцы и какая-то девочка с атрофированной рукою и масса других больных и страждущих полицейский пристав суетился изо всех сил чтобы установить хоть какой-нибудь порядок чтобы предотвратить давку но вот дверь распахнулась и в ней показалась уже причастившаяся монахиня ее по-прежнему поддерживали под руки но она шла уже гораздо бодрее с видимым духовным подъемом вечером того же дня когда отец Иоанн сделал визиту губернатору еще нескольким лицам опять заехал в подворье и вместе с другими сел за общий чайный стол я обернувшись назад к великому своему удивлению увидел больную монахиню сидящую без всякой посторонней помощи на стуле сзади великого чудотворца отца Иоанна даже румяне заиграл на ее щеках она весело смотрела на окружающих и с жадностью прислушалась каждому слову сказанному дорогим батюшкой я указал на нее отцу Иоанну он быстро обернулся кивнул ей головой и проговорил слава богу слава богу никто как бог на третий день нашего пребывания в Архангельске я еще больше был поражен увидев ту же монахиню совершенно здоровую и цветущую явившуюся к обедни в огромной переполненной молящимися Свято-Троицкий собор где служил отец Иоанн она стояла среди толпы без всякой посторонней помощи и горячо молилась в день нашего приезда отец Иоанна служил вечерне в Архангельском кафедральном Свято-Троицком соборе построенном на месте по преданию указанном самим Петром Великим после вечерней в соборе отец Иоанн поехал с визитом к ректору семинария живущему в здании в котором когда-то учился сам батюшка сделал визит ректору во время которого последний передал отцу Иоанну отчет о деятельности тех учебных заведений которые пользуются его материальную помощью дорогой батюшка в сопровождении ректора и его семьи прошел в семинарский сад в тот самый сад где много лет тому назад еще юношей сидел он с книгами готовясь к экзаменам пройдя в самый глухой конец сада отец Иоанн вдруг остановился перед высоким стройным и крепким деревом ветви которого разросли широко и нависли над дорожкой и соседними кустами отец Иоанн снял шляпу и как был здоров и со старым товарищем потрогал дерево руками вот мой сверстник сказал он обращаясь к нам здесь было мое любимое местечко в саду под этим деревцом я чаще всего проводил свой досуг и читал книги пока мы ходили по саду в последний стала набираться публика которая постепенно окружила отца Иоанна и делала уже почти невозможную дальнейшую прогулку из семинария мы проехали в женское иерархиальное училище которое тоже пользуется попечением отца Иоанна здесь батюшка навестил труднобольную воспитанницу и выпив стакан чая у начальницы поехал к дому местных купцов селяниновых где для него было приготовлено помещение между прочим пропустили с улицы и какую-то постороннюю старушку ох спасибо им причитала она пропустили я батюшка ведь если Катерина дара сюда приехала нарочен для того чтобы добраться до него обратилась она ко мне вот видишь эту руку протянула она ко мне свою правую руку шевеля пальцами ведь болталась три года тому назад от паралича а он милости своей молитвой излечил я тогда в Кронштадт к нему ездил и вот теперь три года здорово да еще как работаю то а только вот теперь сынок то у меня столер он непутевым делом занялся запойничать стал думала я думала скопила какую-нибудь наесть копейку и опять к батюшке приехала эх только бы пропустили к нему скоро вышел и батюшка и старуха одна из первых подошла к нему высушив ее просьбу отец Сиан подошел с нею к углу с образами и став на колени помолился окончив молитву он обратился к другим просителям выслушивая каждого в отдельности старуха подошла ко мне сияющая это так счастливо все вышло недаром значит приезжала говорила она не сводя глаз отца и Анна который стоял в конце комнаты разговаривая с каким-то старичком отправляясь в Архангельск отец и Ан не рассчитывал пробыть там более двух дней но тут его ждала такая масса всевозможных просьб и приглашений что батюшка решил остаться еще на один день пообещав в день отъезда служить обедню в кафедральном соборе из крестовой церкви отец и Ан опять заехал в свое подворье где нужно было разобрать целый ворох писем и телеграм полученных со всех концов России 16 июня отец и Ан в последний раз служил обедню в кафедральном соборе во время которое сказал глубоко прочувствованную проповедь о том как надо воспитывать юношество в вере и охранять его от вредного влияния некоторых писателей отрицающих все основы православия глава 10 весь путь от холма горда Вологды мы совершили в пять дней в эти дни мне пришлось быть свидетелем двух сцен которые навсегда останутся в моей памяти мне много пришлось слыхать о событиях происходивших по молитве отца и Анна видел я также людей которые на себе испытали действия молитвы отца и Анна и излечились от той или другой болезни сам же я если не считать того поразительного быстрого выздоровления монахини которое произошло в сурском подворье в Архангельске после молитвы батюшки раньше ничего не видел и вот теперь на моих глазах произошли два случая о которых предоставлю судить читателю сам я передаю только то что видел без всяких прикрас причем точно называю места в которых произошли описываемые факты дабы дать возможность желающим проверить описываемые у местных жителей еще 18 июня вечером когда мы проходили мимо села Троицкого находящегося на границе Архангельской Вологодской губернии мы заметили далеко на горизонте облако белого дыма чем дальше мы подвигались вверх по течению тем дым становился гуще наконец вскоре мы совсем были окружены пеленой ароматного дыма и наслаждались его запахом горели леса в окрестностях тундра и можжевельник утром 19 июня мы остановились усиление ягрыши в 120 верстах от котласа крестьяне не сразу пришли к церкви в которую уже вошел отец сиан так как большинство находилось за околицей все со страхом ожидали приближающегося пожара который медленно но верно делал свою страшную работу подбираясь все ближе и ближе из тундры к селам разбросанным на берегу Двины однако весть о неожиданном приезде отца Иоанна быстро облетела всех и вскоре ягрышская церковь переполнила с крестьянами нескольких сел все просили отца Иоанна помолиться о неспослании дождя которого не было в этой местности уже три месяца и отец Иоанн помолился желая снять фотографии я вышел из церкви раньше окончания службы и занялся установкой аппарата на палубе нашего парохода святой Николай Чудотворец пока я возился с аппаратами с юга стали надвигать все тучи и на раскаленную землю пала тень когда же кончилась обедня и отец Иоанн сопровождаемый огромной толпой народа выйдя из церкви направился к пароходу стал накрапывать дождик все с радостью смотрели на покрытый тучами горизонт и набожно крестили свои обнаженные головы когда дорогой батюшка вышел на палубу и команда парохода стала отдавать якорь весь берег был покрыт огромной толпой народа многие принуждены были войти в воду чтобы ближе видеть дорогого батюшку и не отрывали своих восторжных взоров от отца Иоанна наконец из толпы вышел почтенный седой старик и земно поклонившись отцу Иоанну сказал следующее ваше высокоблагословение три месяца у нас не было ни рассинки засуха истощила нашу землю наши поля пожар окружил наше селение со всех сторон и угрожал нашим жилищем вот и вы по просьбе нашей помолились за нас и сегодня послал нам дождь господь прими же нашу благодарность ваше высокопреподобие при последних словах весь народ как один человек пал на колени многие плакали никто как бог никто как бог говорил батюшка ласково кивая всем головою когда пароход отчарил от берега несколько человек запели псалмы народ подхватил и голоса мощного хора тысячной толпы долго еще летели вслед за нашим удаляющимся пароходом только страшный ливень забарабанивший по крыше нашего парохода заглушил наконец голос толпы не хотевший под дождем расходиться с именем отца Яна связано много случаев где дело касается не исцеления больных а вещей ничего общего с нервной системой психики человека не имеющих два таких случая произошло во время нашего путешествия у меня на глазах один из них я только что рассказал назвав точно место где он произошел где и с кем произошел второе случай я не называю так как не считаю себя вправе предавать гласности имя имена лиц в семье которых происходит горе тем более что здесь интересен самый факт а не имена причастных к нему лиц в одной купеческой семье ведущей издавна крупную оптовую торговлю вследствие несчастной страсти к вину главы ее пошатнулись дела подошли сроки векселям а уплатить по ним семья не могла так как в то время весь капитал был в обороте а наличного не хватало дня через три после нашего приезда в город где живет названная семья предстояла опись имущества и всей роскошной обстановке принадлежащей семья была в страшном горе пригласили отца Иоанна который и ослужил молебен на другой день перед нашим отъездом в дальнейший путь подходит ко мне один из местных жителей с которым я накануне познакомился и говорит а вы знаете какое счастье принес семье отец Иоанн в чем дело спрашиваю да как же вскоре после его отъезда явились к ним какие-то купцы и закупили товары на 6 тысяч рублей теперь им есть возможность избавиться от описи имущества таких случаев в жизни отца Иоанна происходило и происходит масса около 12 часов ночи 19 июня мы прошли мимо Котласа и поплыли вверх по течению Сухоны ночь стала заметно темнее тем более что небо заволокли тучи из которых от времени до времени перепадал дождик к 8 часам 20 июня мы подъехали к великому Устюгу на этот раз дорогой батюшка служил обедню в соборе святого Прокопия Праведного когда отец Иоанн собирался возвратиться на пароход к нему обратились с просьбой посетить одного больного юношу который был ушиблен лошадью и теперь решал дома не имея возможности двигаться по словам просивших его навестить доктора отказались его лечить так что у больного образовалось нечто вроде гангрены когда приехал к больному отец Иоанн он сказал ему если можешь с верой помолиться то молись и надейся и Господь услышит тебя и поможет верю батюшка всем сердцем верю помолитесь обо мне ответил ему юноша отец Иоанн начал молиться когда после окончания молитвы отец Иоанн простившись семьей направился к выходу больной сам поднялся со своего места отбросил костыли в сторону и пошатываясь пошел провожать к выходу отца Иоанна смотри мама говорит он я без костылей уже могу держаться такая быстрая метаморфоза заинтересовала даже самого отца Иоанна и он сказал больному чтобы тот когда выздоровит совсем написал бы ему о себе письмо глава одиннадцатая от устюга до волокды от устюга до волокды мы проплыли расстояние в три дня причем ежедневно останавливались служить обедни в селениях встречавшихся на нашем пути везде как и раньше стекался со всех сторон народ и осаждал батюшку всевозможными просьбами причем к чести обращавшись к нему нужно сказать что все эти просьбы были больше об удовлетворении нравственной духовной потребности чем о материальной помощи в одном месте во время нашей остановки у небольшого поселка где мы брали дрова вместе с другими крестьянами вошла к нам на пароход женщина неся на своей спине какое-то странное существо плотно прижимавшееся к ней обезьянка не обезьянка но и на человека походит мало сгодившееся туловище на длинных кривых ногах и с такими же длинными и тонкими руками плотно прижималась к спине матери большая продолговатая голова совпалыми щеками свесилась вперед и казалось готова была оторваться от тонкой с огромным кадыком шеи оказалась оказалось странному существу девятнадцать лет мать опустила его на палубу парохода у ног отца Иоанна помолись родимый о нем давно он к тебе просится так ничего не понимают потому убогий он а к тебе он давно просится обратилась она к батюшке маленькие убогое существо подняло свои безумные глаза кверху и улыбнулась отцу Иоанну батюшка взял в руки его голову и начал гладить и ласкать его с испугу это с ним приключилось пояснила нам мать еще мальчиком по пятому году испугали его на пожаре с тех пор его захерел и поглупел после благословения отца Иоанна маленькое существо заметно оживилось оно радовалось радовалось смутно понимая что его приласкал тот самый всегда и со всеми добрый кронштадтский батюшка отец Иван о котором в его семье с детства так часто поминали когда наш пароход отчалил от берега за толпой баб вошедших по колено в воду я увидел сидящего на берегу Степушку так звали испуганного мальчика совсем веселого он подбрасывал кверху камешки и радовался как радуются маленькие дети баба окружили его из любопытства смотрели то на него то на наш удаляющийся пароход очевидно со Степушкой произошло нечто такое чего обыкновенно с ним не бывает глава 12 и вдруг среди тишины раздаются истерические вопли пароходу подводят молодую женщину поддерживаемую старухой и шлюзным сторожем батюшка дорогой помоги ты ей кричит старуха в чем дело бабка спрашивает отец Иоанн и подходит к краю палубы чтобы ближе видеть плачущую батюшка горе со мной случилось слезы сквозь слезы рассказывает молодая на вид не старше 18 лет женщина года с мужем не прожила а он в нетрезвом виде на себя руки наложил вот теперь одна с ребенком и осталась и не знаю можно ли за него молиться можно ли поминания за грешную душу церковь подавать отец Иоанн сказал ей что молиться за грешную душу и можно и нужно и что он и сам за нее помолится а поминать в церкви не следует литературная деятельность отца Иоанна Кронштадтского теперь будем знакомить читателей с литературной деятельностью кронштадтского пастыря пользуясь в данном случае прекрасным трудом Зыбина мы же в молитве и служении слова прибудем цитирует почтенный пастырь из Деяния апостольских и этими немногими словами поставленными эпиграфом в каждой книжке его поучении лучше всего он знакомит каждого читателя с кругом и характером своей деятельности в этом отношении мы со своей стороны полагаем что лучшей характеристикой каждого человека вообще могут служить убеждения высказываемые им самим до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...